Всем привет, с вами Кирилл, сегодня короткое видео на аудиотему. Не так давно выпустил видео на небольшой аудио ЦАП, где много комментариев по поводу его цены 1000 рублей и говорят кусается. Что ж, отчасти я вас понимаю, сам ведь таким был, пока не столкнулся с этой темой, когда появляется вопрос по поводу качества звука, записи и его монтажа. Перед вами недорогое устройство, я бы сказал, это устройство эконом-класса для качественной записи аудиозвука. Что самое интересное, Zoom H1 позволяет качественно записывать звук на встроенные микрофоны, а также если есть хороший микрофон внешне, то и на него. Качество выходного звука на наушники здесь посредственное, при подключении компьютера через мини-USB. На линейном выходе мы можем подключить наушники и снимать звук с него. При этом звук получается хороший, он далек от идеала, но работать так можно. А еще есть вот такой микрофон, это очень популярный микрофон среди блогеров. Samsung Meteor подключается также через разъем мини-USB и есть встроенная аудиокарта. Лично для меня качество встроенного здесь микрофона на четверку. Примерно такое же качество я дам для Zoom H1. Можно долго спорить о том, что лучше, а что хуже. Но микрофон Octava MK105 пишет куда приятней. Вот только цена этого микрофона около 12 тысяч, а к нему нужно еще специальную звуковую карту с фантомным питанием. В итоге, чтобы отлично записывать на микрофон Octava, общая цена получается около 17 тысяч. И тут у многих конечно же появится вопрос, а стоит ли она того, если YouTube на свой хостинг пускает видео только в сжатом формате. И при постоянном монтаже после звуковой карты от фирмы Behringer, звучание наушников через этот микрофон кажется как будто звуковая карта за 1 доллар. И вот тогда после прослушивания ЦАПа даже за 1000 рублей, вы реально понимаете за что платите эти деньги. Я ни в коем случае не говорю, что этот микрофон говно. И знаете, он стоит не 1000 рублей, даже не 2. И за эти деньги производитель не смог впихнуть сюда нормальный достойный ЦАП. Но я пожалуй вернусь к вопросу о цене. Вот это кабель, который я покупал также для звуковой карты с фантомным питанием. Она подключается к основным мониторным колонкам. В свое время за вот эту мотню проводов отдал около 10 долларов. Но качество того стоит. Здесь полностью экранированные провода. При этом и само сечение проводов достаточно толстое. А позолоченные контакты делают свою работу. Покупал давно на сайте Алиэкспресс. Если найду, ссылку также оставлю в описании под этим видео. Этот кабель, в отличие от предыдущего, поставляется уже в пакете. Ну, точнее у него есть хоть какое-то название фирмы. Контора, название, QR-код, сертификация, ну и тому подобная информация. Но вы же понимаете, что нормальный кабель не может стоить 100 рублей. Здесь толстый, очень плотный кабель. Стерео джек 3,5 мм. И название бренда написано на самом разъеме. Как и на двух других. Для примера, толщина кабеля наушников для телефона. А вот кабель для подключения звуковой карты к студийным мониторам. Так я это к чему? Вот вы говорите про цену. 1000 рублей очень дорого для ЦАПа. Так этот ЦАП используется для работы. И считаю, что при работе в таких программах, как я, это оправданная цена. Раскручиваю тюльпаны, показать не совсем понимаю, для чего было сделано вот так. Они мало того, что полностью неразборные, залитые. Так еще зачем-то вот эти части накручиваются. Ну ладно, это все лирика. Не буду я затягивать это видео. Также на этот кабель оставляю ссылку в описании под этим видео. От вас, как всегда, жду поддержки пальцем вверх и подписью на канал, чтобы видео приходили вовремя. С вами был Кирилл. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok